Первый способ. Делаем обычную цепочку. Один крючок, одна петелечка, вот отсюда вытаскиваем и провязываем еще одну. То есть, у нас две петелечки, два крючка и основная нить. Захватываем одним крючком основную нить, вторым крючком основную нить и вот так вот поворачиваем одним крючком, вторым крючком, одним, немного неудобно, но зато красиво. Смотрите, какая косичка такая объемная получается, со всех сторон красивая, одинаковая, то есть не нужно уже дополнительно ее никак обрабатывать. И так продолжаем вязать до нужной нам длины. Вяжем до нужной нам длины и заканчиваем. Заканчиваем таким вот образом. Переодеваем оба петелечки на один крючок и провязываем. Еще один раз закрепляем и все. Наша ручка готова. Второй способ. Вяжем цепочку. Раз, два, три. Теперь первую петельку оставляем, из второй вытягиваем ниточку и из первой, где узелочек, тоже вытягиваем ниточку. Теперь провязываем сначала первые две, потом вторые две поворачиваем, одеваем на крючок первую петельку и вторую петельку. Провязываем две и снова две. Поворачиваем одну петельку, вот эту, где прям узелочек, вот эту последнюю. Провязываем две и две. Снова поворачиваем, одеваем одну, вторую, провязываем сначала две петли, потом следующие две петли. Поворачиваем так все время одну петлю, вторую, сюда и так вяжем до нужной нам длины. Следующий способ, я пока вот оставлю, я просто показываю способы, потом распущу. Следующий способ, похож на этот, не похож, он тот же способ, но немного по-другому, поэтому я покажу, немножко по-другому получается. Раз, два. Так, то же самое делаем. Одну петелечку и вот в эту последнюю, где было, был узелочек, провязываем две и две. Поворачиваемся. Поворачиваемся в эту петелечку и в следующую. Это только начало, потом будет по-другому. Две и две. Поворачиваемся. Теперь одеваем не вот эту, как мы одевали, а вот эту и эту. Вот эти такие два узелочка. Провязываем раз и два. Опять поворачиваемся, одеваем вот эти два. Видите, здесь две, как бы ниточки. Провязываем эти две. И так далее. Поворачиваемся. Вот она. Одна и вторая. По сути, это практически то же самое, но не совсем. Две и две. Вот. Если сравнить с этой, то они одинаковые, но и в то же время не одинаковые. Тут зубчики такие растянутые, здесь зубчики поближе друг к другу. Ну и вяжем, соответственно, до нужного нам размера. Вот она, наша ручечка. Вот так вот она выглядит. Похожа на эту, но не совсем. Видите? Немножечко другая. Так, и четвертый способ. Я сложила нити в два сложения, чтобы она получилась плотненькая. Делаем петелечку. Затягиваю немножечко. Так, воздушная петля. И теперь, вот сюда, где была первая петелька, узелочек, вытягиваем, провязываем. Теперь возвращаемся в эту предыдущую. Вытягиваем, провязываем. Так вот, все время мы как бы возвращаемся в предыдущую петлю. Видите, она у нас сразу же получается закрученной. Эта ручка годится не для длинной ручечки, а для той, которая... Ну, две пришить на сумочку и носить. Смотрите, она заворачивается и прекрасно держит форму. Длину вяжем такую, как нам нужно. Ну, вот, я думаю, вам понятно уже. Думаю, что даже для ручки уже достаточно. Смотрите, вот она принимает такую форму. То есть, если нам нужно нашить на сумочку, на сетку, вот такая вот ручка. Вот. Так, это наш четвертый способ. И пятый способ. Беру ниточку другую уже, чтобы вам был обзор этих ручечек. Вяжем цепочку. До нужной нам длины. И-то мы будем знать уже, когда у нас готовая сумочка связанная. Вот, допустим, такое. Теперь вяжу ряд столбиком без накида. То есть, поворачиваю во вторую петелечку. И тут в каждую петлю цепочки я вяжу ряд до конца цепочки столбиком без накида. Довязала я до конца ряда. Теперь еще одну петелечку в этот узелочек. И теперь мне нужно будет повернуть, как бы, на эту сторону. Я продеваю крючок еще раз в эту петлю. И делаю полупетлю. Воздушную петлю делаю. И теперь напротив каждого столбика вяжу еще столбиками один ряд. В другую, в другом направлении, в другую сторону, до конца ряда. Вот. Довязала я до конца ряда. Теперь последнюю петелечку провяжу сюда. Вернее, полупетлю и повернусь. И теперь, вот смотри, у нас тут образовались дырочки. Теперь нам нужно провязать косичку именно в эти дырочки. То есть, мы нашу ручку уплотняем таким вот образом. Избавляем от дырочек. Эта ручка не годится на короткую ручку. Эта ручка как раз для сумки, где нужна длинная такая ручечка через плечо. Так вот, до конца ряда мы делаем эту цепочку. Довязала я до конца ряда. По большому счету, ремешочек может остаться вот таким вот. Это уже готовый ремешок. Смотрите, и с этой стороны красиво, и с этой. Но для того, чтобы еще немножечко уплотнить, вот смотрите, я до конца довязываю. Я опять полустолбиками повернусь сюда. И я еще пройду края. Вот этот край. То есть, точно так же полустолбиками. Она получится плотненькая, красивая. Вот тут я пройдусь, и тут пройдусь. Так, довязала до конца ряда. Вот смотрите, уже эта сторона у меня такая плотненькая. Центр тоже уплотнен. И еще вот эту сторону краешек я уплотню. Опять перехожу полустолбиками на другую сторону. И провяжу еще эту сторону. Укреплю вот этими полустолбиками и с полустолбиками. Вот он край ручки. Здесь даже пряжечку можно какую-то придумать. Вот такой вот плотный, такой хороший, добротный пояс. Кстати, пояс тоже можно связать. Обычный пояс с джинсами, допустим, такой. Я, наверное, себе свяжу. Довязываем до конца ряда. Ну, а здесь вот просто обрезаем ниточку и закрепляем. Вот такой вот поясочек. Пятый наш способ. Вот такими способами можно связать ручки для наших текстильных сумочек. Можно связать браслетики. Можно связать пояса. Вот все пять способов. А с вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока!